Привет! Я Виолетта Каява. Мы начинаем программу «Телезнайки». В этом выпуске мы расскажем, как работает кинопроектор, объясним правила игры «Го», увидим дворцы и замки из детского конструктора, познакомимся с настоящей сказочницей и научимся держать равновесие на доске для серфинга. Беседа ладонями, разговор руками и окружающие шашки. Так в древности называли игру «Го». Давайте познакомимся с ее правилами. Игра появилась вначале на Тибете, потом в Китай, через Корею в Японию, а уже из Японии голландцы привезли ее в Европу. Несмотря на простоту правил, эта игра существует где-то 5000 лет. Для игры необходима разлинованная деревянная доска. Она называется «Габан». Линия здесь 19 на 19. А доска на самом деле, она не квадратная, она чуть-чуть вытянутая. Игроки садятся как раз напротив коротких сторон, чтобы доска в итоге казалась квадратной. Камень берется вот так. Верхняя черта обозначала волю неба, божественную. Нижняя – землю, а человек – посерединке. Так, уже караул. Надо его переставить на пересечение линии. Линии, отходящие от камня, называются его свободами. Точки дыхания – это пункты игрового поля, линии пересечения или соединения рядом с этим камушком. У этого камушка 4 дамы, 4 точки дыхания, 4 точки свободы. И если черные в свое время их, например, вот так вот окружат, этот камушек, лишатого этих точек дыхания, точек свободы, он снимается с доски. Цель игры созидательная. Каждый строит, огораживая свою территорию камнями. Но благодаря игре человек меняет даже свой характер. Умение анализировать, предвидеть последствия своих действий. Человек становится более усидчивым. Компьютерная программа одерживала победу над шашками. Это где-то 80-е годы. В 90-х Каиса обыграла чемпиона мира Гарри Каспарова. А вот сейчас как раз в эти дни проходит матч с сильнейшим игроком планеты Лисидолем и компьютерной программой. И вот Лисидоль только сейчас проигрывает. Ну что ж, время считать камни и территории. Стратегии и тактику ГО изучили Яна Глушецкая и Маша Андронова. Как показывают фильмы на большом экране? Для того, чтобы это узнать, мы отправляемся в кинотеатр. Фильмы в кинотеатр привозят вот в таких коробках. Так, летят журавли. Десять коробок. В каждой коробке по 300 метров пленки. Больше в кинокамеру не заправить, иначе она будет слишком тяжелой. Сейчас мы его склеиваем в один рулон. А раньше по одной штучке так и показывали. Одну покажут, сразу включают вторую, сразу третью. И так весь фильмкин механик бегает. Переключает каждые 10 минут. Мы достаем рулон, сматываем туда, на эту тарелку. Берем второй рулон, вырезаем ракорды. У каждой части есть начало и конец. Такая техническая пленка, чтобы можно было заряжать. Кладем пленочку, два конца. Скотч накладываем, пришлепываем. И пробиваем перфорации. Вот такие вот дырочки, которые по краям пленки идут. И склеиваем одну за другой, одну за другой. Вот так получается большой рулон, целый фильм. Там сейчас у нас склеено 10 частей. 10 по 300 метров. Это сколько будет? 3 тысячи. 3 тысячи. 3 километра пленки. Представляете? Метро от станции до станции. Наверное, и то меньше. Вот, а тут уже надпись, видишь? Летят журавли, часть номер один. Вот, смотри, как кинопроектор сделан. Тут лампа горит. Такая мощная, как солнце. Просвечиваем пленочку. И объектив, он нам уже показывает на экран. Для чего нужны вот эти перфорации на пленке? Видишь? Да. То есть, чтобы каждая дырочка, перфорация, вошла в зуб барабана. Вот я сейчас покручу. Барабан, видишь, начинает крутиться. Да. Если сюда ставить пленочку, он ее потащит. Фильм «Летят журавли» длится примерно полтора часа. И он занимает половину этого диска. Ну а трехчасовая картина, например, про Гарри Поттера, занимает весь этот стол. Как фильм хранится после того, как его показали? Фильм мы храним вот в рулончике. Его накрываем полиэтиленом, чтобы пленка не сохла, не пылилась. А когда у нас фильм прошел, допустим, мы его неделю показывали, нам надо его в кинопрокат снова сдать. Мы его опять режем, режем, режем. Вот такие моточки по 300 метров. Снова в коробочку, коробочки в банку, банка в машину и поехала в хранилище. Оказывается, сколько нужно труда, чтобы посмотреть один фильм? Стали киномеханиками Даниил Калин и Адель Фатахова. А зачем тебе каска? Хочу себе построить домик. А мы сегодня узнаем, как построить не домик, а целый замок. И каска тебе не понадобится. Здесь замок больше акцентирован на ландшафте. Ты видишь, каналы, мосты, отдельно стоящие здания. И основное здание хозяин построил для приема гостей. Всего здесь 12 замков и дворцов. А сколько же деталей? 440 тысяч, может даже и больше. Эти замки построены по чертежам? Нет, я не люблю чертить. Я могу видеть трехмерно любую картинку. Он у меня сразу рождается в голове, замысел. Я его не черчу, не рисую, а, как говорится, черпаю всю информацию именно из головы. Я уже почти 10 лет строю эти замки. Появилась идея еще, кроме того, что замки просто построены, еще населить их человечками. Персонажей много. Можно уже сказать, что больше 1100 человечков, не считая животных. И животных тоже несколько сотен. А замки разбираются? Да. Замки разбираются полностью до самого основания. Здание от двух этажей до 7-8. И в каждом замке примерно от 20 до 40 помещений. А вот это самый большой замок. Для его постройки понадобилось 50 тысяч деталей. И как апофеоз нашего музея будущее, потому что все замки были разных эпох. 14 века до 19-го. А здесь уже век 21-й, может быть, даже отчасти 22-й. Я теперь себе тоже сделаю домик. Узнали, как строить замки Мария Киселева и Милана Легостева. Соня, ты когда-нибудь видела настоящего сказочника? Нет, никогда. А хочешь, мы с ним познакомимся и подружимся? Да. А правда, что вы настоящий сказочник? Да, конечно, правда. Я написала даже настоящую книжку сказок, сборник сказок. И веду детскую передачу про сказки, которая называется «Посиделкино». А главное, знаешь что? Что я очень люблю сказки. И продолжаю их сочинять. А зачем нам книга? А зачем вообще книги нужны? А давай спросим у сказочницы. А дети могут написать сказки? Конечно, могут. Мы даже объявили конкурс. Он называется «Мои летние каникулы». И вот пока ребенок на каникулах отдыхает, он столько может увидеть всего самого интересного. Даже может увидеть волков, и зайцев, и лес, и все, что хочешь. И вот он может об этом написать. Он может написать сказку и даже проиллюстрировать ее, нарисовать рисунки. Централизованная система библиотечная Красносельского района объявила такой конкурс. И все родители и дети могут при ней принять участие. Когда возникла идея организации этого проекта, клуб «Друзей сказки-посиделки» в 2016 году, мы сразу решили выбрать взрослую библиотеку для того, чтобы сюда как можно больше приходило родители. Знаешь, Соня, я попробую написать сказку. Слушали сказку Соня Шипачева и Леша Сергеев. Кто из нас, глядя, как человек несется на яркой доске по волнам, не думал? Вот бы и мне так же. Интересно, какой путь прошел тот человек, прежде чем встать на серф? Сегодня мы этот путь попробуем пройти. Кажется, нам сюда. А где же вода? До того, как начать тренировку в бассейне, нужно сначала разогреться. Сегодня мы с вами побудем настоящими серферами. Потренируем ваш баланс за счет йога-асан. Начнем, да? Вытягиваемся за ладошками вверх. Правую ладонь опускаем на левое колено. Не запутайтесь. Левую ладонь назад за спину. И посмотреть за свое плечо назад. Сейчас мы будем делать коллективный стул. Готовы? До соседа. В первую очередь нужно подготовиться к сложным балансам, потому что самое главное – это держать баланс на доске. Для этого мы, например, используем хорошую разминку в зале и берем упражнения из настоящей йоги, потому что в йоге очень много упражнений на баланс, а также силы и гибкость. После того, как вы подготовите тело, можно вставать на доску. И я рекомендую начать именно с сапсерфинга, потому что здесь используются более широкие доски, на которых легче держать баланс. И, кроме того, это очень весело, потому что можно выходить на настоящую открытую воду и, управляя веслом, перемещаться, строить себе такую, например, водную экскурсию. Безопасный ли этот вид спорта? Сапсерфинг – это очень безопасный вид спорта. На доске есть специальное крепление, которое крепится к ноге и другим концом крепится к самой доске. И даже если вы упадете, вы будете плавать недалеко от доски или, в конце концов, зацепитесь рукой за это крепление и не утонете. В чем отличие с серфа от сапсерфинга? Отличие в досках. Дело в том, что в сапсерфинге используются совершенно другие доски. Во-первых, они надувные. Но не пугайтесь, это не надувные матрасы, это жесткая конструкция, на которой вполне безопасно и комфортно можно перемещаться даже по большой воде. Я правильно понимаю, что сапсерф – это первая ступень, чтобы стать профессиональным серфером? Да, можно сказать и так. И чем раньше вы на нее встанете, заберетесь на эту ступень, тем ближе вы будете к тем самым настоящим серферам, которые покоряют мировые океаны. Теперь мы готовы покорять настоящие волны. Стали начинающими серферами Арина Жукова и Влад Базилевский. На этом у меня все. Увидимся через неделю. Пока!